МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Ахтубинском канале Время новостей вы смотрите информационную программу ныне. Коротко о главном. Плановый визит в село Золотуха для главы района был первым в новом году. Жители получили ответы на волнующие вопросы по газификации, совершенствованию медобслуживания и перспективах развития культуры села. День Богоявления после ночной литургии ахтубинцы встретили на реке у Иордани. Обжигающую святость ледяной водицы многие ощутили еще затемно, с головой окунувшись в крещенскую прорубь. На заседании городского совета депутаты обсуждали кандидатуру преемника власти ахтубинского мэра. По закону руководить администрацией города в случае отставки главы будет один из его заместителей. А теперь обо всем подробнее. В субботу 19 января весь православный мир отмечал один из великих праздников – крещение Господня или Богоявление. В храмах ночные богослужения начались в полночь. В Ахтубинске Богоявленская литургия проходила в храме Михаила Архангела. После таинства причастия верующие крестным ходом спустились на реку, где уже была подготовлена крестообразная прорубь Иордань с подводной подсветкой. Здесь настоятель храма Архимандрит Андрей совершил обряд водосвятия и окропил всех молящихся освященной крещенской водичкой. Смельчаки тут же в соседней проруби купели, первыми окунулись в ледяную воду. Ночных купальщиков, следует отметить, было немало. И что важно, на льду и у громки проруби дежурство внесла группа спасателей МЧС. Но с их или с Божьей помощью никаких эксцессов не случилось. На реке царил бодрый дух и хорошее настроение. Крещенская прорубь, голые ноги на льду, мурашки по коже. Холодно, зябко, а ноги все равно топают к Иордане. Вода стеклянно-ледяная, но живая. Руки опустились на перильце, несколько шагов по ступенькам, и вместе с уровнем воды все выше забирается сердце. Захлестнула крещенская водичка макушку, раз, другой, третий. Ох, хорошо! Всегда после этого чувствую очень здорово. Особенно в первый день легко, как будто летаешь. Действительно чудо есть. Чтобы в этом году еще у нас прибавилось здоровье, это ощущение Христа Божьего во всех у нас. Поэтому это не долг, а это уже душа требует того. Я хожу уже купаюсь пять лет, сын мой три года. В этом году дочка первый раз искупалась. Сотни ахтубинцев в день Богоявления пришли на берег реки, что под храмом Михаила Архангела окунутся в освященный источник. Кто для исцеления от недугов, кто по следованию традиции. Традиция купания 19 января – это воспоминания о крещении Господнем. Почти две тысячи лет назад Иисуса Христа в реке Иордан в воду окунал Иоанн Креститель. Наши современники делают это самостоятельно. Главное – не забыть истинную суть процедуры. А смысл ее прост – быть готовым и стремиться следовать по жизни с верой. Ну а в то, что крещенская водичка на самом деле творит чудеса, верят многие. Не бойтесь, купайтесь, ничего в этом зазорного нет. Вода только укрепляет, оздоровляет, наставляет на истинный путь. Среди отважившихся омыть себя в святой воде были в основном мужчины. Для них купание в ледяной воде – процедура прежде всего оздоровительная. Представительницы же слабого пола больше руководствовали с побуждением духовным. Кто кого обидел, сегодня надо всех простить, пожелать больше любви, настроения. И людям жизнь, надо ее жить и любить, очень жить. Тогда все будет прекрасно. Возичка холодная, хотя бы подогрели чуть-чуть. В двух прорубях купались, а в главной, крестообразной, набирали воду, чтобы принести ее домой и хранить, как самую дорогую святыню весь год, употреблять при болях душевных и недугах телесных. Я считаю, самое чистенькое, самое приятное и на благо моему организму. За порядком в массах и безопасностью на льду следили представители служб спасения. Контролируем обстановку на водном объекте, чтобы было у нас без происшествий. Обеспечиваем безопасность людей на водных объектах. Ну вот нас дежурим совместно со спасателями, мы находимся здесь. Пока что у нас все хорошо. Традиции истинно верующих ахтубинцев тут же разбавлялись исконно русскими. Для согрева после окунания в прорубь стаканчик горячительной микстуры вовнутрь. Стало быть, традиция. Главное, у всех было хорошее настроение, потому что праздник великий. Праздник связанный на очищение души, тела. Поэтому, по-желу случая, я хочу поздравить всех с Хрещением Господним. И сегодня, наверное, в окрестностях храма на данной речке нет того человека, который бы не желал прийти, набрать святой воды. Потому что для каждого, еще раз повторяю, православное, это святое дело. Ну а я как просто человек тоже должен прийти сюда. И невзирая на то, что еще и глава района должен посмотреть, как все это организовано, организовано хорошо. Поэтому, прежде всего, спасибо всем организаторам. Конечно, нашему батюшке Архимандриду. Я также его поздравляю с праздником и всем всего самого хорошего. С праздником Богоявления, Просвещения. Чтобы мы всегда представляли перед собой Господа. А когда будем представлять перед собой Господа, то, естественно, будем стараться, будем и не грешить. Вот это всего Господь от нас и ждет. Будьте благословены. На днях глава района вместе с руководителями управления районной администрации побывал в селе Золотуха. Целью рабочей поездки была встреча с жителями этого населенного пункта. Вопросы золотушенцев к руководству района в основном касались газификации. Кроме этого, поднимались темы качества воды, оказания медицинской помощи, обсуждались перспективы развития культурной жизни села. Помимо встречи с населением, программа поездки предусматривала визит в ряд организаций. И об этом в сюжете нашего корреспондента Регины Мусиной. В рамках рабочей поездки глава района первым делом посетил предприятие по выращиванию лука и картофеля ООЮ Кахтуба, соучредителем которого является сельхозуправление районной администрации. Один из руководителей организации рассказал о том, как продвигаются дела на предприятии. По его словам, весь урожай продан. Но, несмотря на это, есть проблемы с прибылью. Он отметил, что цена на лук и картофель не поднималась уже два года, а между тем расходы растут, дорожает топливо, увеличивается налог и так далее. В результате зачастую сельхозпредприниматели работают себе в убыток. Еще одна проблема – банки неохотно сотрудничают с производителями сельскохозяйственной продукции. Виктор Ведищев свою позицию озвучил четко. Сделать все, чтобы предприятие продолжило существовать, было решено назначить встречу с предпринимателем на этой неделе, чтобы конкретно обсудить, как решить навалившиеся проблемы. Следующий пункт визита – местный дом культуры. В помещении холодно, вот уже несколько лет оно не отапливается. Но в ближайшее время здесь начнется новая жизнь. Глава района сообщил, что на ремонт ДК в Золотухе будет выделено более полутора миллионов рублей. У нас есть по развитию культуры села областная программа. Мы в этом году ставку делаем именно по развитию села. Два населенных пункта – это Копьян и вот Золотуха. Поэтому у нас есть подтверждение на миллион шестьсот. Но в любом случае мы найдем деньги для того, чтобы вот здесь ситуация в корне изменит. В библиотеке все более радужно. Недавно сделанный ремонт, компьютер, а главное – перспективы развития. В этом году один из главных приоритетов районной власти – развитие культуры. Помимо выделения средств на ремонт в домах культуры, было решено обратить внимание и на библиотеки. В 2013 году из местного бюджета будет выделено в четыре раза больше средств на пополнение книжного фонда. Кроме этого, во всех библиотеках появились компьютеры, зачастую за счет депутатских средств. А сейчас активно идет работа по проведению интернета. К этому времени делегацию из райцентра уже ждали жители села. В актовом зале местной школы. Как и обычно, в начале встречи Виктор Ведичев рассказал о решении вопросов, поднятых в прошлый раз. Крайняя встреча в Золотухе проходила в феврале прошлого года. Как итог, все проблемы, находящиеся в компетенции районной власти, были решены. Самой острой темой на встрече стало проведение газа. Виктор Ведичев рассказал, что сейчас ведутся подготовительные работы по проведению магистрали. Планируется, что до 1 февраля проектосметная документация будет готова. Мы сейчас занимаемся подготовительными работами. Практически мы ее все завершили. В чем она заключается? Она заключается в том, что мы в конце концов определили, где проведение магистрали. Она проходит по землям, которые являются либо собственностью кого-то, либо находятся в аренде. Все эти вопросы мы отрегулировали. Для чего это нужно было сделать? Нужно было сделать для того, чтобы надо приступить к проектированию газаоксидула. Проект готов. Правда, там замечаний очень много. Но, по крайней мере, последняя информация, что я как бы вот до 1 февраля, как я планировал это сделать, до 1 сентября того года. Поэтому, естественно, сроки какие-то будут отдвигаться, но сам процесс идет. Пожаловали жители села на низкое качество воды. Причем любопытно, что обращался с этим вопросом сотрудник компании, которая занимается содержанием водопроводов. Глава ответил, что на данный момент это не в его компетенции. Сейчас идут переговоры о передаче водопроводов из астраханского предприятия в муниципалитет. Но процесс продвигается очень медленно, по независимым от района администрации причинам. Для решения проблемы с качеством воды в ближайшее время Виктор Ведищев пообещал направить в село Роспотребнадзор, чтобы они взяли пробу воды. Интересовал людей вопрос развития культуры в селе. Глава рассказал, что в этом году финансирование этой сферы формируется таким образом. 60% средств предоставляет область, это 5 миллионов рублей, 35% район, 5% поселения. Увеличение финансирования налицо, поэтому есть надежда, что в этом году развитие этой отрасли сделает большой шаг вперед. Был поднят вопрос и по здравоохранению. Главврач ЦРБ рассказала, что из муниципалитетов медицину передали в область, а там уже решают, быть врачу в селе или не быть. Зависит это от количества проживающих. Рассказала она и о том, что большой урон экономике больницы наносят пациенты без полисов, поскольку действует новая система финансирования здравоохранения. По сути, теперь лечение оплачивает страховая компания, а не бюджет. Я обращаюсь к вам с единой просьбой, это для вас прежде всего, чтобы у каждого был полис, у каждого была прописка, потому что ситуация будет настолько сложной, и я не смогу, ни глава района, ни я не смогу содержать эту махину здесь. Однако есть и положительные новости. В нашем районе откроют компьютерный томограф, сосудистый центр и центр здоровья, причем таковых нет ни в одном районе Астраханской области. Виктор Ведищев много говорил о перспективах. В этом году будут выделены деньги на ремонт дорог в селе строительства детской площадки и так далее. Во время встречи обсуждалось еще много тем. Случались и неординарные ситуации, когда Виктор Ведищев одному жителю дал номер своего мобильного, чтобы тот мог лично обратиться к главе района, если его проблему не решат. Встреча доволен, да, но не ответили мне, он сказал позвоните, я там решу вопрос, а потом позвонить. Население очень положительно относится к этим встречам. Вы сами сегодня видели активность по заданным вопросам. Кто людей волнует? Это в первую очередь вода на данный момент, газификация и дороги. Так что я думаю, вот эти самые наболевшие вопросы, как говорят, они будут решаться. И они всегда наболевшие. Дороги, вода, газ. Делегация из района покинула зал только спустя часа два с начала встречи, после того, как были исчерпаны все вопросы от жителей населения. В конце минувшей недели городские депутаты собрались на 51-е внеочередное заседание совета. В поездке дня значились два вопроса. Это утверждение правил землепользования и застройки города, а также согласование исполнения обязанностей главы администрации муниципального образования города Туминск заместителем мэра Галины Вишняк. Далее все подробности у Татьяны Фоминой. В августе прошлого года депутаты городского совета согласовали, что в случае временного отсутствия мэра его обязанности будет исполнять заместитель Сергей Чернов. Однако он в свете последних событий отставки мэра от таких полномочий предпочел отказаться, о чем уведомил документально. Заявление. Прошу вас снять с меня полномочия по исполнению обязанностей главы администрации мугорода Туминск в соответствии с решением совета мугорода Туминск от 1508-2012 года номер 132-146, так как нахожусь на лечении в Пятигорском военном санатории. Столь слабый аргументированный отказ некоторые депутаты восприняли критически. Чиновник такого уровня должен быть более стойким и ответственным, заметил Иван Семенов. Смелость города берет, куда же она подевалась. Когда мы принимали решение о утверждении его наделения соответствующими полномочиями, он не возражал. А вдруг сейчас что наше? Восток устроен. В случае отсутствия главы обязанно, подчеркиваю, обязан исполнять его, временно обязанно. Постоянно, да, он должен дать согласие, а временно мы имеем право его обязать. И мы его обязали решением совета. Нет, тогда пускай пишет заявление в уволении. На сегодняшний день в числе заместителей главы города значится пять специалистов мэрии. Так что на роль исполняющего обязанности есть из кого выбирать. В связи с заявлением Чернова Сергея Александровича, администрация муниципального образования просит совет согласовать должность заместителя главы администрации по финансовой политике в лице Вишняга Галины Владимировны. Татьяну Тетерятникову интересовала, насколько уверена в своих силах Галина Вишняк. Не откажется ли она вдруг от столь высоких полномочий? Мне искренне, глубоко приятно, да, что вы будете исполнять обязанности, потому что мы всегда обращаемся к вам непосредственно, вы всегда отстаиваете интерес администрации. С одной стороны, очень жаль у вас, да, что вас как бы опять как матрос на абразуру кидает. Но не будет у нас такого, что сейчас мы опять назначим вас, да, согласуем вашу должность. А потом вы, не дай бог, тоже либо уедете куда-либо, напишите заявление о том, что вы просите освободить. Но на настоящий момент у меня нет никаких предпосылок к тому, что я откажусь от этого. Кандидатуру Галины Вишняк депутаты согласовали и перешли к рассмотрению следующего вопроса. Речь пошла о правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ахтубинск. О необходимости создания такого документа говорили еще в 2009 году, и вот, наконец, он появился. В разработчиках значится специализированная организация из города Волжский. Дважды проводились публичные слушания, и все же документ сырой, констатировали народные избранники. Несколько поправок в проект решения они внесли тут же. Проголосовали за его принятие, но поручили администрации города провести тщательную проработку. Новый год, новые цены и порядки. С 15 января в связи с резким снижением пассажиропотока в зимний период и низкой рентабельностью отменяется поезд номер 93-94 сообщением «Астрахань-Москва». По его расписанию, но по своему маршруту через Саратов будет курсировать фирменный скорый поезд «Лотос». Также открытое акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» приняло решение об индексации тарифов на перевозку пассажиров в вагонах-купейнах категории СВ и вагонных класса «Люкс». Алена Бурковская узнавала подробности. Красный свет росту цен на железнодорожные билеты в этом году, увы, светить не будет. Как сообщила нам пресс-секретарь Астраханского отделения при Волжской железной дороге Елена Авдеева, федеральная пассажирская компания приняла решение об индексации с 1 января 2013 года тарифов на перевозку пассажиров. С нового года на 10% в среднем выросли цены на билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования. Ну, купе подорожали в среднем тоже на 5%. Стоимость проезда теперь будет зависеть от сезона, ну, как и раньше, в общем-то. Например, с января по середину февраля цена билетов будет на 17% ниже среднегодового тарифа. А больше всего придется пассажирам платить с 13 июля по 2 сентября, а также 29-30 декабря. В это время билеты на поезда будут стоить на 20% дороже базовой цены. Удар по своему кошельку в начале января некоторые ахтубинцы уже успели почувствовать. И если для людей со средним заработком и выше такое увеличение цены на билеты может показаться незначительным, то, скажем, для студентов эта новость оказалась особенно неприятной. Для студентов, конечно, дорого, потому что я часто езжу сюда к родителям с Москвы, и каждый раз по 1400 отплата давать тоже как-то не очень дорого, дорого слишком. Хотя бы для студентов, не знаю, скидки какие-нибудь давали. Ну, а вы не слышали, есть скидки некоторые для студентов? Ну, есть скидки, если на их сайте заказывать билеты, но у нас в Ахтубинске не обозначены ЖД-вокзал, чтобы распечатать электронный билет, а на кассе их не распечатывают, так что не получается так. Я знаю, что в своей сайте от сезона меняется, конечно, цена билета, но второй момент, что сейчас, может, за такую же цену, в принципе, чуть дороже лететь на самолете, в принципе. Помимо тарифов с 15 января текущего года до ввода нового графика, также изменяется и расписание поездов, курсирующих по маршруту Астрахань-Москва. В связи с резким снижением пассажиропотока в зимний период и с низкой рентабельностью отменен поезд 93-й сообщением Астрахань-Москва. Теперь по расписанию поезда 93-го пойдет фирменный скорый поезд номер 5 сообщением Астрахань-Москва. Самое главное, что он будет ходить теперь не через Волгоград и Ахтубинск, а через Саратов. Кроме того, назначается с 24 января дополнительный скорый поезд номер 283 Астрахань-Москва. Поезд также будет следовать через Саратов. Сегодня отмечается День объятий. Праздник довольно молодой, причем празднуется он два раза в год. 21 января как национальный день объятий и 4 декабря как международный. В этот день принято обнимать не только знакомых, но даже совершенно незнакомых людей. Поговаривают, что придумала его предприимчивая молодежь, чтобы безнаказанно обнимать, кого захочется. Ведь это не только приятно, но и полезно. Во время дружеских объятий люди обмениваются положительной энергией и душевным теплом. А ученые даже выяснили, что для полного счастья каждый должен обниматься по крайней мере 8 раз в день. Вот так. Обнимаю всех вас, хорошего вам настроения и до следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!